Всем привет! Я Алексей Борода и это небольшой обзор мотоэкипировки. Всю мотоэкипировку мне для обзора предоставляет магазин мототоваров МОТОДИН. Сегодня у нас на обзор интересный мотошлем. Это шлем, насколько я знаю, испанской фирмы LS2 Valiant F399. Такой хорошо видно, да? И сейчас мы его с вами будем распаковывать. Чехолочек. Солнечный визор. Сам шлем. Упакован вот в такую вот пленочку, пилок, подушка безопасности. И вот этот вот инструмент для снятия визера. Это шлем конструкции Flip Up. То есть у него челюсть убирается назад. Сейчас я разберусь, как его... Вот так вот у него можно убрать челюсть назад. Так, хорошо видно? Потом я его покажу, как он сидит на голове. Посмотрим. Визор. Значит, начнем с визора. Так, что у него тут получается? Кстати, шлем не такой тяжелый, я бы сказал. Знаете, вот у меня ProBiker тоже Flip Up. Он гораздо тяжелее. Положение. Так, раз. Так. Два. Три положения, получается. Ну, не слишком много, но, в принципе, нормально. Значит, верхнее положение. Вот такое вот полузакрытое. Щелка тут где-то на сантиметр, если опустить челюсть. И закрытое. Вот так. Сейчас я это все... А, он сам, кстати, смотри-ка, интересно. То есть ты, значит, челюсть начинаешь убирать. Шлем, если у тебя вот с закрытого положения, визор сам поднимается. Вот так вот. И вкратце, похлопнул его, и все. Довольно-таки интересно. Не нужно задумываться о том, чтобы поднять стекло. Так. Значит, шлем сам довольно интересный, красивый дизайн у него. Застежка здесь. Застежка вот такая вот, быстросъемная застежка. Очень удобная, кстати, на самом деле. Я тоже такой же пользуюсь. То есть ее потянул и вынул, и все. Так. Значит, вот так оно все выглядит. Шлем вообще довольно красивый. Так, закрыто. Так, открыто. Хорошо видно там. Все. Верхний воздуховод, вентиляция вот так закрывается. Кстати, довольно интересно. Тоже большая такая заглушечка. Я думаю, вода под нее попадать не должна. Хотя я не уверен, конечно. И так же на челюсти. Так же на челюсти вот такая вот заглушка. Скажите, закрыть. В принципе, это все, что нужно для вентиляции. Подкладка. Тут, значит, быстро съемная. На заклепочках. Вот так вот. Все можно отстегнуть. Снять и постирать. Ну, так же для установки гарнитуры там или что вы будете делать. То есть все это снимается. Я не буду разбирать весь шлем. Ну, как бы смысла нет. Но все, все как должно быть. То есть проблем никаких с этим не должно возникнуть. В шлеме встроен солнечный визор. Вот такая большая переключалка. То есть даже в перчатках, я думаю, вы легко его сможете закрыть. Вот. Вот такой вот красный. Не обратите внимание, нет наклейки. Просто я их снимать сейчас не буду. То есть все открывается, закрывается. Не надо никакие темные очки. Светит солнышко. Опустили, стало темно, подняли. Все. Что мне нравится визуально? То, что здесь никаких броских надписей нет. То есть обычно на недорогих шлемах здесь вот какая-то надпись. Я люблю, когда все строгое. Кому-то может нравиться. Так, значит, что у нас еще? Давайте его посмотрим. Хотя, вот знаете, какой минус, наверное, будет у него? Это я не вижу места, вот куда можно установить экшн-камеру. Вот. Ну, вообще не вижу. Сделан он достаточно так добротно. Ничего не скрипит, не болтается. Челюсть. Ну, так хорошо все. Насколько я понял, здесь достаточно быстросъемный визор. Для этого есть специальная приспособа в комплекте. Минуску, сейчас я ее достану. Вот такая вот штука, это для визора. Насколько я понял, это вот так вот как-то снимается. То есть нажимается вот здесь. Ну, у меня не получается пока. Ну, вот такой инструмент есть. Визоры съемные. В комплекте идет темный визор. Хотя, я не знаю, какой смысл от него с солнечными очками встроенными. Но он есть. То есть кому нравится, тот может спокойно его поставить. В комплекте еще идет, значит, пин-лок. Вот это вот вообще просто очуменная такая обалденная вещь. Когда ездишь в дождь, тебе не нужно открывать стекло, не нужно что-то делать. То есть ты вам поставил его изнутри и все. И ты забыл про то, что у тебя стекло запотевает. А, да, еще есть вот такая штука. Кто там говорил у нас, что подушки безопасности только для автомобиля. Вы еще не видели этого, а может видели. Вот такая вот надувная хреновина. Можно, наверное, вместо спасательного круга использовать. Ну, или там, не знаю, на ободок унитаза положить. Вы ее надуваете и, собственно, на шею, вот. Как бы шея уже безопасна. Не знаю, насколько это эффективно, но оно есть. В комплекте идет в такой вот бархатной сумочке. Девочкам понравится. Они любят такое. Ткань такая приятная, на ощупь. Так, ну что, давайте посмотрим этот шлем уже на голове. То есть, как он будет сидеть. Плотно, не плотно. Посмотрим. Надеваем. Шлем на голову. Кстати, хорошо сел. Довольно плотно. Наверное, я в нем немножко как халяк буду выглядеть. Потому что это все-таки флип-ап, у которого челюсть такая большая. Она расширяет нижнюю часть головы визуально. В интегралах это все, конечно, меньше выражено. Давайте застегнем застежку. Затежка металлическая. Не пластик, как во многих недорогих шлемах. Все, сидит довольно-таки неплохо. Так, солнечный визор. Опускаем. Прекрасно все. Поднимаем. В перчатках, как видите, все легко поднимается. Опускается вот так. Очень просто. Опускаем обычный визор. Тоже неплохо. Шлем сидит на голове. Ну, очень хорошо. Мне вам нравится, честно. Подуши очень много места свободного. Тоже ничего не жмет. Можно поставить гарнитуру. Какую-нибудь скалу там или что хотите. Места много. Давайте посмотрим. Так, обычно у меня проблема возникает вот с этим таким воздухоотбойником. Давайте посмотрим. Нет, нормально. Все. Вот так он застегнулся. Все хорошо. Пускай визор. Сечки воздуха нет. Поэтому шлем визор сразу запотевает. Но для этого в комплекте идет пенлок. С пенлоком абсолютно никакого запотевания не будет. Так же можно открыть. Так, непривычно. У меня обычно здесь открывашка. А здесь вот так. Вот на одно положение, где-то сантиметр снизу. Но вода будет залетать. Поэтому есть лучше спинлоком. Значит, вот так вот. Открывается. Воздух открывается, закрывается. Вот это вот у нас только когда визор опущен. Открывается, закрывается. В принципе, довольно неплохо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok